Ключ на старт! 5, 4, 3, 2, 1, старт! Роман Павлить в кружке по ракетомоделированию занимается уже два года. Созданию своей модели ракеты молодой человек уделяет почти все свободное время. Тут не пугают даже монотонная работа и отсутствие гаджетов. 12 апреля этого года состоялся его первый запуск действующей модели ракетоплана. Результат оказался необычным. Долго летала, попала в поток, долго висела в воздухе. Наверное, нормально продержалась, но потом сложно было найти. И там еще был мост такой с дырками, страшно было по нему идти. Я нашел, но она сломана. Если она, если просто, у меня же не было бинокля, я не видел. Если она сломалась в воздухе, то это ноль очков. Если она уже сломалась на земле, то это сколько она висела в воздухе. Столько и этот минут. В ракетомодельном спорте существует 12 классов. Есть несколько уровней сложности. В кружках ребята занимаются 2-3 раза в неделю. Изучают виды ракет, способы и особенности их сборки, а потом работают над созданием собственной, действующей модели. Ракета моделирование – дело, которое требует усидчивости и большого внимания. Для того, чтобы создать даже самую простую модель ракеты, говорят ребята, может понадобиться от месяца до целого года. Но все эти старания оправдываются. И все это имеет смысл, когда твоя модель, наконец, взлетает. В эти дни, например, у ребят проходят областные сборы по ракетомодельному спорту. Участие в них приняли порядка 30 школьников из Гродно и Лиды. Каждый юный инженер-конструктор представил минимум по 2 модели ракет и ракетопланов. Конкурсные требования предельно понятны. При старте модели члены жюри включают секундомер и работает он вплоть до приземления ракеты. Задача – удачно стартовать, продержаться в воздухе больше времени и приземлиться без происшествий. Отстартовали класс моделей С-6А с тушкой. Сегодня будут класс моделей С-4А ракетопланы и С-9 с авторитацией. Ну и день космонавтики у нас такие выбачили шоу-модели. Я уже на протягу 30-ти годов керовник грудка. Я сам занимаюсь этим с 4-го класса. Шмар детей приходят. И вам скажу, что разные дети приходят и начинают с первого года научения. Каждый год есть и первого года группа. И ты, я, который у меня, он занимается с 10-ти годов, теперь 18-тим. То есть уже 8 годов у меня. И если в кружке по ракетомоделированию ребята больше создают действующую технику, пусть и в миниатюре, то учащиеся лицея номер один города Гродно ставку делают на изучение самого космоса. Для этого у них был создан смарт-центр. Ко дню авиации и космонавтики здесь подготовили целую программу. Выставка в Народном музее педагогики Гродничной, посвященная вопросам образования и освоению космоса. У нас сегодня выставка моделей, космических каких-то моделей, сделанных руками наших лицеистов. Ну и в том числе сегодня будет презентация команды учащихся астрономов нашего лицея, которые ежегодно побеждают в различного рода олимпиадах. Даже вот в этом нынешнем году на заключительном этапе республиканской олимпиады у команды лицея три диплома. В гости к лицеистам приехал и автор учебника по астрономии, протеерей Александр Шимбалев. Он рассказал ребятам о связи религии и космоса. В реальности никаких противоречий нет. Нужно просто очень глубоко и тонко чувствовать те области, которые у науки для изучения и у религии. Они, по сути, не конфликтуют, если неграмотно не пересекать эти границы, а если действительно с пониманием исследовать, изучать. Очень многое зависит от педагога. И наша задача – заинтересоваться. Покорить космос реально. Это Юрий Гагарин доказал еще 61 год назад. И после легендарного «поехали» навсегда изменил мир. Анна Соловей, Елена Бережная, Алексей Сокута, Андрей Шиповалов. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова